Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях человек, которого на новословом представлении не нуждается. Это Дайнис Туллойс. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну вот такое интересное время, мы переживаем. Ну, у вас-то тоже богатая политическая биография. Были и главнокомандующие, были и министром, и депутатом парламента, и депутатом Рижской думы, и мэром Риги. Вот значит ли это, что вы уже на политические процессы смотрите, ну, в какой-то степени, если так возможно сказать, философски? Вот не знаю, вот так случилось, вот с думой распустили, ну, значит, может быть, так и должно было быть. Или вы все-таки переживаете по поводу этой ситуации? Ну, наверное, как нормальный человек, который имеет все человеческие чувства, нельзя на случившиеся, ну, просто математически расчетливо реагировать и смотреть. Конечно, присутствуют эмоции, но, как вы говорили, конечно, опыт и знание позволяют все-таки над эмоциями владеть и разумом, и применять, и понимать с точки зрения случившиеся более практически, не только эмоционально. И время действительно сложное, но сложное не потому, что время сложное, а потому, что люди создают сложное время. Не наоборот. Нельзя говорить, что у нас вот такое сложное время для политиков наступило очень сложное время для принятия решений. Нет, политики дурноватые, что не могут найти правильные, адекватные решения, и в результате мы идем, извините, не тем путем, а другим, болотистым. Да. Вот, ну, в принципе, вот ваше ощущение, у вас было такое чувство, что вот эти все игры политические, которые вот развернулись в Фридической Думе фактически последний год, они приведут именно к такому результату, то, условно говоря, правящие в стране силы используют, воспользуются ситуацией и, ну, по существу, распустят законы избранной Думы. Ну, если вернемся совсем недавнюю историю, то вспомним выборы последние в Рижскую Думу, кто на них, ну, нацелился, какие новые политические силы появились и каковы были их цели. Вспомним, что единственным лозунгом вновь стартующих политической партии и практически вновь созданных был один – свалить Ушакова. Никаких других программ не было. Вся политическая задача сводилась к одному – свалить Ушакова. Ну, выборы демократические, справедливые показали, что эта задача не по плечу этим партиям, но она не по плечу нормальным, как цивилизованное государство, к демократическим путем. До выборов идет борьба, а после выборов начинается работа. В Рижской Думе этого не произошло. партии революционеров решили, что не удалось в Рижскую Думу, удастся парламент, и все время пребывания в Рижской Думе посвятили пробиванию этого пути, популистического пути в парламент. И некоторым из них это и удалось. И удалось настолько эффективно, что теперь реализовать свою первоначальную мечту, разогнать Рижскую Думу, теперь уже можно сделать и осуществлять с парламента и кресел правительства. То есть это как бы один и тот же путь, одна и та же задача, которая решается по мере возможности. Вспомнил, что еще предыдущий министр уже подготовил проект закона о распуске Рижской Думы, когда еще о каком-то мусоре и речи не было. Но, конечно, свою существенную роль внесли выборы Европарламент, лидер, безусловный лидер Саскани и Рижской Думы. Нил Ушаков был избран, и он ушел. Ушел не только как лидер Рижской Думы, но и, конечно, его работа непосредственно как руководителя партии ушла на второй план. И результаты того, что коалиция из двух партий, которые имел большинство и возможность, и способность принимать решение работать, оказалась в меньшинстве. И работоспособность Рижской Думы в этом случае значительно уменьшилась. И я бы сказал, что и так оно после последних выборов в связи с установкой некоторых партий революционных, что не дадим работать Рижской Думе, уже было сложно с приювесом один голос или два работать. А когда эти голоса вообще базировались на людей, которые политически не могли нести ответственность, потому что за спиной их просто нет политической организации, которая может брать на себя ответственность, то работа действительно стала очень, мягко говоря, неэффективной. Ну вот поскольку сейчас такая очень интересная подробная кампания, всего ничего, если отнять выходные и пасхальные дни, там остается уже меньше восьми недель. Вот нет ли у вас опасности, что вот волна популизма, поскольку желающих попасть в Рижскую Думу очень много будет, да, там по разным прогнозам 10-12 политических организаций, что вот эта волна популизма, она так запутает Рижан, и что они вообще не будут понимать, что происходит, зачем происходит. И уже, наверное, борьба начнется даже не сколько за идеи, сколько за то, чтобы просто избиратели пришли и проголосовали. Да, популизм словами уже ушедшего главы Евросоюза Юнкерса, последним его, так сказать, повествованием Европарламента перед уходом, он назвал популизм более опасным, чем терроризм для Евросоюза. И в многих странах борьбе с популизмом действительно уделяет очень серьезное внимание не только, ну, с точки зрения идеологических какой-то работы, но в том числе и технической, в том числе и в социальных сетях, вот реальные программы, чтобы блокировать сайты, которые, ну, занимаются откровенным таким популизмом, некоторые нормативные акты, Евросоюз и Комитет регионов приняли специальные постановления и письма, ну, на что обращает внимание людей. Но, как говорится, для дураков законы не писаны, и опасность вот этого популизма, она-то как раз для общества самая большая опасность, не для какой-то конкретной политической партии. И, ну, поскольку мы все-таки живем при таком строе, где свобода слова доминирует, то на первый план все-таки выдвигается разум. То есть не просто слепо верить каким-то обещаниям, но все-таки, ну, если так упрощенно говорить, если кто-то говорит, что дважды два – пять, то все-таки заглянуть в таблицу умножения и проверить, сколько на самом деле есть дважды два. Это относится в том числе и политике, и обещаниям. И я хочу иллюстрировать совсем недавний мой разговор с одним батюшкой, который рассказывал свою, так сказать, неудачу, заказал у одного своего прихожанина, который является столером, говорит, двери. Тот сказал, что надо материал купить, дай батюшка какую-то денежку. Тот дал несколько сотен, и говорит, я четыре года уже жду двери. И потом как-то перешли к вопросу о выборах, и он говорит, ну, надо же все-таки голосовать за тех, кто все-таки что-то нам обещает. Я говорю, да, батюшка, вы будете тогда ждать двери еще четыре года. Потому что все-таки определяющее – это способность работать, способность показать результат. И думаю, что единственное правильное решение и выбор – это все-таки самому лично, как избирателю, убедиться, что люди, которые стремятся к власти, хотят что-то делать, убедиться, что они и могут что-то сделать. И есть что показать, что они сделали. Да, вот это вы упомянули как раз и Европейский Союз, и я думаю, такие внимательные наши радиослушатели знают, что вы были представителем несколько лет подряд, представителем Рижской думы именно в Брюсселе, где как раз заседали представители самоуправлений всех стран ЕС. И можно ли, учитывая ваш опыт, сказать, что все-таки, скажем так, правительство Латвии или правящие партии пытались все время как-то из-за политических соображений? Ну, по существу, им казалось, что они ущемляют, скажем, зажимают Рижскую думу, а на самом деле они, ну, если так можно сказать, наказывали рижан. Ну, во-первых, Рига не является каким-то отдельным образованием от страны, которую называют Латвией. Я бы сказал больше, Рига является самым важным звеном этого образования как государство Латвии. Во-первых, она столица, во-вторых, 80% экономики в Риге, больше половины рабочих мест в Риге, культурная столица, экономическая, социальная. Да все, в общем-то, происходит в Риге и вокруг Риги. И если уж говорить о том правительство, какое внимание уделяет Риге, то я могу сказать, что за все время, а я три созыва работал в Рижской думе, ни один премьер никогда не посещал Рижскую думу и никогда не интересовался, чем занимается Рижская дума. Удивительно вообще. То есть, по принципу, то самое важное место для экономики, социально-политического, всякого развития происходит в Риге, ни один премьер Рига плотную, ну, вообще интерес не проявлял, что же на самом деле происходит в Риге. И я, откровенно говоря, понимаю, почему. Потому что управлять таким сложным организмом, какая является Рига, по своей мощности, количестве и так далее, гораздо сложнее, чем сидеть в кресле премьера и все время говорить, что за эту сферу отвечает тот министр, а все они для меня родные, братья и сестры, все хороши. Примерно так господин Каин сейчас и говорит. Я практически цитирую его. Да, это очень близко к тексту. Вот сейчас готовится новый закон на самоуправлениях. Я так понимаю, что Рижская дума, по крайней мере, пока она работала, тоже к этому процессу никаким образом не привлекалась. Ведь сколько лет, я помню, говорилось о необходимости принятия закона о столице, но ничего не происходит. Ну, при этом правительстве, может быть, и слава Богу, что не приняли закон о столице. И тогда, наверное, Масленов вообще никогда за Ригу уже не избирался никто. Да. Но, если говорить по правде, вы упомянули о Евросоюзе, да, Евросоюз как институт, тоже управление союзом, Еврокомиссии каждый год публикует такой документ, как семестр, ну, он так назван, семестр, наверное, как для студентов, то есть там выставлены оценки, как же каждое государство, член Евросоюза, работал за предыдущий год. И, ну, я знаком с этими докладами, ну, как минимум последние пять лет точно. И что же в этих документах мы могли читать? Латвия вместе с Болгарией, Румынией все годы эти занимает в этих докладах стабильно вот и как раз в одной из этих последних трех мест. Что указывается, в чем мы отстаем и в чем наши проблемы? Первое, теневая экономика, налоги, которые не способствуют экономическому развитию, а буквально, по-моему, предпоследнем на докладе написано, богатых делает богаче, бедных делает более бедными. Управление, менеджмент государственный и социальная политика. Это вот четыре такие главные проблемы, которые так или иначе, но во всех этих докладах указывались. Как позитивный момент в этих докладах неоднократно говорилось как раз о самоуправлении. Самоуправление и союз самоуправлений Латвии ставился в пример другим странам Евросоюза, как правильно построенный и эффективно работающий. И теперь, когда вот образовалось правительство Каренча, ну как бы, вот тебе документ Еврокомиссии, бери, и это есть дорожная карта, что же правительство должно делать. И вот интересно, лечится это не те болезни, которые скрыты, а лечится как раз та часть организма, которая признана, ну, более здоровой и дееспособной. Я думаю, что поэтому и не зря общество так реагирует на территориальную реформу и как она еще будет развиваться и самое опасное, какие результаты она принесет, ибо никакого научно обоснованного прогноза экономического этим реформам, но никто не слышал и не видел. Это есть опасность. Да, прервемся ненадолго. Данис Тулес у нас в студии. Не переключайтесь. Да, еще раз добрый день. Данис Тулес у нас в студии. Многолетние депутаты Рижской Думы и глава комитета Рижской Думы по безопасности. Об этом мы еще тоже чуточку попозже поговорим. Все-таки не могу вас не спросить, каково ваше ощущение, ну, сейчас уже понятно, что решение принято, ГКР или честь служит Риги идет самостоятельно на эти выборы. Каково ощущение, потому что, ну, последние все-таки 10 лет вы были вместе в одной связке с другой партией, сейчас самостоятельно. Да, мы были в блоке с партией Сасканя и добылись, ну, значительных результатов. Три выбора подряд в Рижскую Думу мы выигрывали эти выборы и, кажется, ну, хорошо работающая программа, структура, чего бы искать что-то другое, от хорошего, плохого или еще лучшего. Но жизнь, мы уже в начале разговора к этому прикоснулись, все-таки изменение в руководстве Сасканя, уход с поста лидера Нила Ушакова создало определенную все-таки пустоту и такого качества лидера, ну, начнем, скажем, с фракции в Рижской Думе не оказалось и в результате от преимущества, от большинства мы оказались в меньшинстве. И в этом случае мы уже и Сасканя, и мы приняли решение стартовать на выборы отдельными списками. И, наверное, в данной конкретной ситуации это неизбежно, потому что мы должны убедиться в том, что мы имеем поддержку наших избирателей, рижан, и от этого уже отталкиваться, решаясь дальнейшие задачи. Да. Вот говоря о безопасности в Риге, ну, много было сделано в этой связи, в этой сфере, ну, я думаю, что рижане знают, что, ну, Старая Рига вообще снабжена видеокамерами, и сколько раз было, если происходит какой-то инцидент, ну, мгновенно появляется патруль или пеший, или на автомобиле задерживают, там, не знаю, карманового вора, хулигана и так далее. Я знаю, что был план, вы об этом тоже говорили на комитете неоднократно, что надо бы вот эти видеокамеры устанавливать по микрорайонам. Вот что удалось сделать, что не удалось, вот, пока Дума работала. Да, и, да, я благодарен Богу, что мне посчастливило все-таки приложить какие-то усилия в вопросах правопорядка и безопасности в Риге, начиная от учебных заведений, где мы все-таки, ну, нашли возможность и средства, а это инвестиции в один год было выше миллиона, чтобы учебных, чтобы около учебных заведений организовать полицейские участки, чтобы они контролировали ситуацию, безопасность наших детей по дороге, как в школу, так и после занятий. И в Рижане это уже воспринимает, как само собой разумеющееся, ну, мероприятие, но это не так, оно не так просто далось, оно и финансов, в отношении финансов нелегкое. Также относятся в видеонаблюдении другие технические средства, которые позволяют более оперативно и эффективно реагировать на все события. И, конечно, я с благодарностью хочу отметить и рижскую полицию, и самоуправление при, ну, значительных изменениях в отношении людей, работающих в полиции, к своим обязанностям и, главное, к рижанам. И полиция действительно в Риге стала помощником рижанам в сложной ситуации, когда нужно обказать необходимость. И то, что полиция наша прилично оснащена и действительно реагирует очень быстро на разные события. Иностранцы, многие, которые теряли кошельки, не всегда даже украденные, где-то что-то забыли вещи, и где-то через 5-7 минут полицейский ему приносит его забытую вещь или украденную. Это не одиночные случаи, это достаточно регулярные, почти каждый день. Конечно, мы обязаны, учитывая тот факт, что человеческий ресурс не беспределен. И мы знаем, что как в государственной полиции и в армии, и в нашей полиции, к сожалению, на сегодняшний день нет достаточного количества молодых людей соответствующей подготовке, знаний, навыков и здоровья, и некомплект полиции увеличивается. Поэтому путь к техническому совершенствованию, развитию технических средств и расширение географии их применения является единственным верным и неизбежным путем. Конечно, он требует инвестиций, но это оправданные инвестиции, и мы уже несколько районов таким образом открыли полицейский участок Пардаугаве и Болдера, и там видеонаблюдение установлено, и Милгравис, следующий район, где это будет осуществлено. И таким путем практически. Я думаю, что если нам удастся, ну, как-то и дальше заниматься этими вопросами, то центр видеонаблюдения и новый сервер для этих задач – это первая очередная задача, которую необходимо решать, ну, буквально немедленно. Да, вот буквально перед самым распуском Министерской думы как раз вот глава полиции и самоправления господин Лукас выступил с таким очень важным, может быть, заявлением или предложением о том, что все-таки не должна муниципальная полиция использовать свои возможности полицейских при полном параде, что называется, автомобили для того, чтобы вот клеить эти горчичники за неправильную парковку. Я помню, что вы тоже об этом и в нашем эфире в свое время говорили. Да, ну, теперь, наверное, уже все убеждаются, ну, сама понимать. Если это как раз был, где господин Лукас говорил об этом, это был отчет полиции за работу за 2019 год, и цифры, они очень выразительны. Больше половины вызовов полиции как раз по случаю неправильной парковки автомобиля. А это значит, что более половины времени полиция тратит на те вызовы, которые вполне может решать не полицейские, и совсем, ну, другие службы. И я думаю, что, ну, рано или поздно, лучше раньше, это с функцией действительно передать тем службам, тем более закон это позволяет, чтобы парковку уплачено, не уплачено, правильно припарковано, неправильно осуществляли те, кому принадлежит парковки. И это действительно большая роскошь дорогостоящего, если так можно выразиться, полицейского, его ресурсы израсходовать на то, чтобы увидеть, что машина неправильно стоит, и выписать штраф. Это не является, ну, главной функцией полиции, и это неэкономно, неразумно, неэкономично. Да. Еще, может быть, такой вопрос, который я хотел задать. Все-таки, если мы говорим, вот, не знаю, о вертикали власти, если здесь это уместно, я помню, что в свое время у вас тоже были на сей счет свое мнение. Вот не получается ли так, что вот есть Рижская дума, ну, или другие самоправления, которые избраны прямым голосованием народу, да? Есть и Сейм, который тоже избран прямым голосованием, и там, и там сидят политики, министры. У нас тоже политики. И зачастую получается так, что самоуправление вроде бы и самостоятельное, но тем не менее под надзором министерства. Но это какая-то странная, какая-то архаическая система, что-то даже похожее на те советские времена, когда, не знаю, исполкомы тоже подчинялись совету министров. Ну, это на самом деле трагическая страница в истории Латвии, потому что, вы знаете, я уже человек в том возрасте, когда жил в таком времени, когда ходила такая поговорка «Приходят власти, не приходя с сознанием». А теперь мы живем во времени, когда люди приходят в власти, не приходя с соображениями. И есть же харта, я его называю «Конституцией европейских самоуправлений», где все четко и сказано, что власть, самоуправление, избранная власть, и она является автономной на своей административной территории. Государственная власть, законодательная, исполнительная и судебная, действует в рамках закона на территории всей, всего государства. Но самоуправление не является исполнительными комитетами Советского Союза. Он находится в подчинении. Он находится в подчинении. Для наших министров многих это просто какое-то чудо. Они смотрят как на полную луну. И как так может быть, что нам кто-то не подчинен? Ну, на самом деле нет. И больше того, харта предполагает, что самоуправление выполняет не указания Кабинета министров или какого-то министра, а самоуправление работает в интересах своих избирателей. И они имеют право делать все, за исключением то, что государство объявило своей функцией. Вот вмешиваться в функции государства, самоуправление не имеет права. Но все, что касается ее административной территории... Но все, что касается интересов людей, ее административной территории, самоуправление не только может, обязано принимать решения, осуществлять и работать. И избиратели уже будут определять, это самоуправление их удовлетворяет или не удовлетворяет. А то, что у нас существует норма, что одна избранная власть может освободить другую, даже поводу или без повода, сама норма, она абсурдна по сути своей от начала до конца. Абсолютно. И потом получается такая анекдотическая ситуация, что еще Дума не была распущена, а мы знаем, кто первый начал рекламироваться. Как раз представитель той партии, которая распустила Рижскую Думу. И такие многие есть ситуации странные. Вот, допустим, какая-то группа сейчас депутатов, но сейма захочет оспорить решение о распуске Рижской Думы в Конституционном суде. Мы понимаем, что пока суд вообще это рассмотрит и вынесет какое-то решение, уже все давно забудут об этом конфликте, это потеряет всякий смысл. Та ли, как, не мэра, которое произошло в апреле прошлого года, рассматривается в марте вот сейчас этого года, уже многие забыли, что там было, почему. А действительно ведь отстранили или не отстранили? Потому что человек давно уже в Брюсселе, уже и думает о этой больше нет. Но это, конечно, ну да. Когда мы говорим о прайде, тогда суд принимает решение на второй день. Абсолютно. Потому что ну прай – это все-таки более серьезное дело. Когда мы отстраняем главу столицы, то суд первый раз собирается через год. Но я убежден, хоть через год, хоть через два, хоть через пять. И я очень надеюсь, что этот суд все-таки дойдет до логического завершения. И при любом, так сказать, решении, если этот суд не будет политическим, то министерство должно проиграть этот суд, потому что мэр был отстранен, конечно, противозаконно. И этот суд это должен утвердить. Если нет, то есть следующие инстанции, европейский суд. И мы это должны пройти. Мы должны пройти не ради Ушакова, а ради того, чтобы в конце-то концов, через 30 лет независимости и пребывание уже 20 лет в Евросоюзе, мы все-таки когда-нибудь стали нормальной европейской страной, которая действительно не на словах, а по сути является правовым государством, демократическим государством. Вот, наверное, этот вопрос, который вам часто задавали Рижане, будет, наверное, задавать и избиратели. Вот так вот бывает, что когда какая-то партия или блок, как вы сказали, находится у власти в самоуправлении какое-то продолжительное время, то так бывает, что очень хорошее быстро забывается и начинает говорить о том, слушайте, ну вы же там 10 лет сидели, вот это не сделано, вот это не сделано, вот это. Вот на ваш взгляд все-таки, что не сделано и что надо бы сделать, потому что говорят, что да, хорошо школы сделали, там детские сады сделали, но смотрите, какие дороги, к примеру. Ну я думаю, вы тоже с этим сталкиваетесь каждый день. Да, езжу за рулем и попадаю. Да, этот вопрос важный, но я думаю, когда мы говорим не в рамках одного двора или одного переулка до главной улицы, а в целом вот таком, ну, огромном организме с точки зрения управления им, как город Рига, то мы должны себе четко понимать, что от мэра города и от власти избранной в городе в большей степени ожидается и требуется организация работы, чтобы все городские службы, вот кто отвечает за дороги и ямы, чтобы они работали, чтобы им выделялись необходимые ресурсы, осуществлялся контроль за выполнением задач и четко, даже рыжа нам, чтобы было ясно и понятно, кто конкретно в городе отвечает за ту или другую проблему. Проще всего, все, что не нравится, виноват мэр. Но я хочу сказать, что если мы хотим видеть во главе города Риги дворника, который внимательно следит за тротуарами, чистотой и ямами, тогда дворника надо избирать в мэры. А если мэр должен видеть перспективу развития города хотя бы на 5-10 лет вперед, тогда мы должны думать о тех инвестициях, которые мы должны привлекать в город Рига для развития инфраструктуры, мостов, магистральных дорог, офисов, вообще мы должны определиться, Рига как столица, как один из крупных центров культурных, научных и так далее в нашем Балтийском регионе. Кто мы? Кто мы, как Рига и рижане? Где наши приоритеты, самое главное? Вот задача политического руководства. Но то, что мы должны самокритично и на свою деятельность посмотреть и сказать, что да, с домами, дорогами, мусором, ну, облажались немножко. И я думаю, что мы четко понимаем, где кроются проблемы, и они не только политической конкуренции и ревности, но и где-то и убаюковали немножко, наверное, долгие годы спокойной жизни. И это тоже. Не влияние министерства на самоуправление должно расти, а заинтересованность людей. Вот их возможность влиять на избранную власть, она должна увеличиться. И почему мы и говорим, что мы считаем, что по микрорайонам города мы должны больше денег выделить на совершенствование этих районов, в том числе инфраструктуры, дворов. А люди сами должны принимать решения и голосовать. Слава богу, сейчас возможность мнения высказать достаточно широкая. Пожалуйста, есть социальные... Люди сами пусть скажут, вот что, вот деньги есть столько-то, вот что мы в первую очередь должны делать. И Рижа не выбирает, а мы выполняем. Вот такой последний вопрос. Вот сейчас, как мы знаем, те силы, которые в той Рижской думе были в оппозиции, кричат, что мы сейчас все поменяем, там, не знаю, будет рай, сказка на земле под названием Рига. Но ведь, насколько я понимаю, у них после всех проблем в коалиции, в Рижской думе распущенной, была масса возможностей взять эту власть, образно говоря, которая в какой-то момент лежала вот на дороге. Пожалуйста, бери, управляй. Я насчитал как минимум три или четыре возможности, когда оппозиция могла взять эту власть и показать, как надо по-другому управлять. Мало того, ими брать не надо было. Я им это предлагал. Я ведь могу дословно повторить то, что я предлагал, когда мы оказались в меньшинстве, когда четыре человека были исключены из фракции Исасканя, и мы оказались в меньшинстве. Значит, если нет большинства, нет позиции, нет и оппозиции. Разумеется. Я говорю, дорогие избранные депутаты Рижской думы, главы фракции, давайте, вот стол, место, где принимается решение, и начинаем с белого листа. Нет никаких людей в советах, ни в порту, ни в больнице, ни в силтумсе, нигде. Все открыто. Определяемся сферой политического влияния и начинаем работать. Никто. Даже не попытался. Нет, попытались тут же все это заблокировать. То есть не хотели работать? Ну, я думаю, что и до сих пор еще не хочет. Потому что, если бы хотели, и Буроус тоже самое предлагал. Ну, хотя бы бюджет принять. Ну, как-то, если ты хочешь работать действительно на пользу Рижан, ну, как же можно работать без бюджета? Ну, бюджет для государства является инструментом реализации политических программ. Так и самоуправление. И в Риге. Ну, если ты что-то обещаешь и хочешь сделать, для этого нужно деньги. Значит, надо принять бюджет. Без бюджета все твоя – это пустая политическая трескотня. И так не оказалось ни одной политической партии, кроме нас, которые готовы были бы принять бюджет. Так вот, вот и эта большая разница от того, что есть желание работать, делать и гордиться результатом сделанного, или бесконечная болтовня о том, что мы бы хотели работать, мы бы делали по-другому. Но, хочу напомнить, что шум поднялся за мусор, шум поднялся за мосты и так далее. Но, если оппозиция хотя бы, скажем, при любом, любого года бюджете несла бы предложение, что надо было ремонтировать ВЭФовский мост, или надо было бы делать тот, а надо было бы делать тот, то они сейчас могли бы говорить, вот мы же предложили, предлагали, вы это не делали. Ну, не было же этих предложений. Следовательно, никакой другой работы никто и не планировал и не собирался делать. Более того, никакой работы не хотели делать. Вот реальность, да? Да, и поэтому сейчас, когда вот многие выходят и говорят, ну, мы сейчас все сделаем, все дороги, все сразу, да. Мне как-то напоминает тоже старую поговорку, вот брошу пить и начну работать. Да, это, по-моему, замечательное завершение нашего эфира. Данис Турус у нас был в студии, и большое спасибо.